Четыреста шестьдесят Число на экране в точности отражает необходимое количество лайков под этим видео, чтобы их стало ровно столько, сколько нужно для набора четырехсот шестидесяти лайков. И пока ты не успел понять, что я только что сказал... Как на твой взгляд определяется действительно гениальная MMORPG? Графика? Лор? Геймплей? Забудь всю эту чушь, что действительно делает игру гениальной. Так это возможность создать в ней Сайтаму и раздавать всем, как учил великий лысик сама. А уж Black Desert с добавлением нового класса страйкера в этом плане на голову опережает всех своих конкурентов. Помоги мне доказать, что на самом деле решает в бою. Регистрируйся по ссылке в описании и становись настоящим One Punch Manом вместе со мной. Сёнэн любит периодически или даже практически всегда подрубать пафос и спецэффекты. И какой же это Сёнэн, если главный герой не является самым бэдэсным персонажем, с какой-нибудь совершенно отбитой способностью, которая поначалу может и не кажется такой уж сильной, но к завершению тайтла обязательно сыграет самую важную роль в чем-нибудь типа спасения мира. Да ладно, я это знаю, ты это знаешь, все знают. Именно поэтому я собираюсь рассказать тебе про топ-10 аниме в жанре сёнэн, где ГГ владеет крутой суперсилой. Здарова, меня зовут Диггл и поехали! Ди Грейман. Действия сериала разворачиваются в Европе из альтернативной фантастической реальности. В конце 19-го столетия Аллен Уолкер вступает в организацию экзорцистов, воюющих Сакума, которые, несмотря на своё название, на самом деле являются не демонами, а механическими созданиями, сотворёнными тысячелетним графом и наделёнными им страдающими душами умерших людей. Аллен владеет проклятым глазом и противодемоническим оружием, находящимся в его покалеченной руке. Энергия, питающая его оружие, называется чистой силой. Это дар, данный Аллену как апостолу. Совместно с другими экзорцистами, главному герою предстоит остановить тысячелетнего графа и помешать его планам разрушить мир и уничтожить всё живое на нём. Маги. Лабиринт магии. Во всему миру арабских ночей высятся несокрушимые башни, полные сокровищ и магических предметов. Откуда они взялись? Не ясно, но любой оставшийся в живых покоритель данженов становится богат и знаменит. Именно такой судьбой грезит весёлый Али Баба, в одно прекрасное утро встретивший малыша, ужившего в его повозке хозяйские арбузы. Алладин. Юный маг, вырвавшийся из храма, где рос в одиночестве. Парнем оказался хорошим, но слегка наивным и жизненезнающим. Если бы не Джин Уга, сидевший во флейте Алладина, в последующих приключениях ребята точно бы потеряли головы, а так и живо остались, и от злодеев ушли, и красотку прихватили за компанию. Легенда о легендарных героях. Действие серии происходит в фэнтезийном мире, где много лет назад демоны свободно пройдили по миру и несли людям смерть и разрушение. Со временем среди человечества появились герои, овладевшие могущественной магией и сумевшие победить демонов. С тех времен проходят многие века. Королевство Роланд, раскинувшееся на юге материка, крупнейшее и сильнейшее государство современности. Всю свою историю Роланд воевал с соседями, и нынешний период не исключение. Страна воюет с соседним королевством Эстабулом. В войне уже пали король с сильнейшими рыцарями страны, и даже студентов начинают посылать на войну. Драгон Болл. Вдали от цивилизации, в горной глуши, живет мальчик Сон Гоку. Ловит рыбу размером со свой дом, учит вежливости местных хищников, а также совершенствует по наказу приемного дедушки кунг-фу. Дедушка умер, оставив внуку в наследство чудный шар Драгон Болл, и Гоку совсем не вдомек, что по всему миру разбросаны шесть близнецов этого шара, ждущие случая воссоединиться с потерянными братьями, чтобы исполнить одно заветное желание владельца и снова расстаться. Однажды Гоку заявляется странное существо, девочка Бульма, и начинает соблазнять главного героя перспективами похода, погребучим лесам, встреч с очеловеченным зверьем, и схваток с трехглазыми и безносыми оппонентами. Последний Серафим В стремлении к запретным знаниям, человек разумный опять напортачил. В 2012 году на волю вырвался смертельный вирус, начавший косить человечество. Умирали почему-то взрослые, и тут, откуда ни возьмись, явились вампиры. И согнали оставшихся детей в свой подземный город, объявив, что отныне людишки будут жить под защитой клыкастых хозяев, расплачиваясь кровью. Резкий парень Юйтира пожил так 4 года, и понял, что пора валить. Вместе с названным братом Никой, и всей семьей Хьякуя, группой детей, выросшей в одном приюте. Конечно, вампиры легко догнали и перебили беглецов. Ушел лишь один. Синий экзорцист. Когда заходит солнце, наступает время демонов. Мир людей Ассия и мир демонов Гиена объединены в одно целое, словно зеркало, но ничто воплоти не может пересечь границу между мирами. Однако, для демонов все же есть путь, овладев слабым волей, можно пересечь границу, но даже так, для владыки Гиены Сатаны, путь в Ассию закрыт. Ведь нет такого человека, способного надолго вместить сущность верховного демона. Тело несчастного рушится на глазах, прямо как в сверхъестественном. И все же, Сатана находит способ. Селившись в мужчину, он зачинает двойняшек, один из которых, Рин, рождается получеловеком-полудемоном, а второй, названный Юкио, обычным человеком. Шаман Кинг. Всю жизнь с нами на земле живут духи, которые оберегают наш покой и регулируют важнейшие процессы на планете. Для того, чтобы наладить контакт с духами, люди выдвигают из своих родов специалистов для работы с высшими силами. Шаманов. Шаман может видеть духов, общаться с ними, а также вселять их в свое тело. В аниме Шаман Кинг, их шаманом является Йо. В его теле живет великий дух самурая, Амидамару. Амидамару очень предан Йо, так как по духу они очень похожи. Бесстрашные войны, которые ценят прежде всего дружбу и любовь, а на второе место ставят собственные желания. Аниме. Также знакомят нас с Морти, другом Йо, правда, совершенно обычным мальчиком, который просто верит в потусторонний мир их шаманов. Темный дворецкий. События происходят в Англии викторианской эпохи. Ребенок, в одночасье потерявший всех своих близких, находится на грани смерти. В этот момент к нему является демон и предлагает заключить сделку. Душа в обмен на возможность отомстить. Проходит несколько лет. Теперь Сиэль Фантом Хайв по прозвищу Цепной Пес Королевы глава преуспевающей корпорации Фантом Хайв. Он занимается как всеми делами компании, так и негласно работает на Королеву Англии. Его главный партнер и опора дворецкий Себастьян Михаэлис по совместительству демон, которому Сиэль продал душу. История повествует о приключениях Сиэля с его дворецким и их слугами в поисках причины гибели семьи Сиэля и о его жажде мести виновным. Моя Геройская Академия Если большинство людей владеет суперспособностями, то и воинов правосудия надо много. Школы для одаренных есть везде, а вот из-за кумидории истовому фанату геройских дел способностей не досталось, о чем он очень жалеет. Но ничего, судьба и храброе сердце однажды свели Мидориус всемогущим, сильнейшим героем на планете. Ветерану парень приглянулся настолько, что он открыл тому свой истинный облик и решил передать собственный дар. Неподготовленного такого сила просто уничтожит. Надо учиться, а значит юного бойца ждет Геройская Академия. Однако Изука скоро осознал, что до мечты еще далеко. Тело не готово. Даже после тренировок надо отлеживаться в медпункте. Фронт кровавой блокады. Однажды небо над Нью-Йорком задрожало, и в нем появился огромный портал в иные миры и реальности. Закрытый город, переименованный Ватский Салемов Удел, быстро превратился в какую-то серую зону, где люди живут и работают бок о бок, то ли с демонами, то ли с инопланетянами. Впрочем, какая разница, с кем делать бизнес? Был бы партнер хороший. Увы, вместе с нормальными разумными на Землю хлынул всякий галактический мусор, маньяки и террористы, тут же спевшиеся с местными идейными братьями. Власти оказались бесполезны, но серьезные люди сами организовались и успешно дают отпор беспредельщикам. И на этом все. Такой вот топ. Если ты со мной оказался не согласен, напиши об этом в комментариях. Но не стоит излишне ругаться, что я не включил какой-то твой любимый тайтл в список. Мое мнение на то и остается моим, ну потому что оно мое. Я не пытаюсь ни в чем убедить тебя или привязать к тебе свою точку зрения, только обозначаю мои любимые аниме. Посмотри мои предыдущие видео в формате ТОП-10 про лучшие аниме в жанре сену с эпичной концовкой и не для детей. Там тоже много интересных сериалов. Хочешь больше видео в таком формате? Пиши об этом в комментариях и ставь лайки, чтобы я понял, что тебе интересно. Спасибо за лайк под этим роликом. Не забудь подписаться на мой канал, а также нажать колокольчик в комментах. Обязательно скажи, какой еще топ ты бы хотел увидеть. И конечно же, подпишись на мою группу ВКонтакте. Ссылка под видео, разверни описание и найдешь. Также, благодарю Таюки за монтаж этого ролика. Ссылочка на него внизу в описании. Обязательно зацени его АМВ. Обещал для тебя Диггл. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok